Вражающая Грузия. Там безлычь монастыр и храмов, отчиненных для верян целодобово. Просто сейчас мы возвращаемся к целлющему месту из удивительной истории, до джерла Святой Нино. Продолжаем путешествие по солнечной и удивительной Кахетии. Ботбе – женский монастырь VI века. Он расположен прямо над Лозаннской долиной. По преданию, именно здесь святая Нино в возрасте 60 лет нашла свое последнее пристанище. Ой, сколько же натерпелось это святое место! От захватчиков и до смены царей! В советское время монастырь вообще превратили в больницу. На чудотворной иконе Божьей Матери проводили операции. И если присмотреться сейчас, на ее лице можно рассмотреть порезы от скальпеля. Паломники всего мира приезжают сюда набрать воды и омыться в целебном источнике Святой Нино. Ого, сколько людей! Я так все к источнику. Здесь источник. Можно попить воды, умыться. А рядом купальня. Но, конечно, там нам уже снимать нельзя. Чорчелла Чорчелла – самое популярное лакомство в Грузии. Это, пожалуй, первое слово, которое научилось говорить по-грузински. И где, как ни в Грузии, стоит научиться ее готовить. Чорчеллу придумали еще несколько тысяч лет назад. Питательное и калорийное лакомство воины брали с собой в дальние походы. У меня есть целая кастрюля виноградного сока. Сейчас нужно добавить немного муки и варить. На каждый литр сока нам нужно добавить два стакана муки. Засыпаем постепенно, и необходимо постоянно помешивать. В общем-то, ничего сложного. Если вы когда-то готовили блины, то у вас все получится. Каждую половинку ореха разрезаем на четыре части. Каждый орешек, как бусы, нанизываем орешки на ниточку. Вот что у меня получилось. Аккуратненькие, правда? Вот уже масло загустело, теперь осталось окунуть в нее орешки. А пахнет почему-то яблочным вареньем. Наши орешки нужно просто утопить. И... Кажется, получилось. Ну все, теперь вывешиваем сушиться. Красота! По-моему, получилось. Теперь еще две недели ждать, пока высохнет. Не пропустите завтра путешествие в Боржоми. Секреты грузинского здоровья и долголетия. И настоящий пещерный город. Продолжение следует...